Октябрь 2018. Бокситогорскому глиноземному заводу 80 лет. Это годы развития, преодоления трудностей и заслуженных производственных побед. За это время Бокситогорский глиноземный завод трижды возрождался. Это было в 1938, в далеком послевоенном 52 и начале 21 века. Первый в стране глиноземный завод гордость отрасли строили всем Советским Союзом. 31 октября получена первая товарная продукция гидрат окиси алюминия. Первая партия глинозема будет произведена чуть позже – 13 ноября 1940 года. В годы кровопролитных боев Великой Отечественной войны оборудование глиноземного завода эвакуировали на Урал. Опустевшие корпуса цехов использовались под ремонтные мастерские и боевые техники, а в здании завода управления был развернут госпиталь. 1952. На возрожденном после войны предприятии выданы первые тонны глинозема. Реконструкция стала стартом модернизации. В середине прошлого века утроена проектная мощность завода, а в 1961-м введено в эксплуатацию новое производство – цех белого электрокорода по номенклатуре вплоть до 1 микрона. В 80-е годы предприятие реконструировано под переработку северо-онежских бокситов. Один из важнейших моментов в истории 90-х – перевод основного производства и теплоэлектроцентрали, обеспечивающей теплом и горячей водой город, на природный газ. Начало 2000-х ознаменовано новым этапом жизни бокситогорского глинозема. Предприятие вошло в компанию «Русал». Сегодня «Русал» – это крупный холдинг, объединяющий алюминиевые и глиноземные предприятия по всему миру. Одно из важнейших конкурентных преимуществ «Русала» – наличие собственной инженерно-технологической базы, которая позволяет компании самостоятельно осуществлять полный цикл работ от разработки научной идеи до ее промышленного воплощения. Сегодня бокситогорский глиноземный завод – часть успешной компании, известен как уникальное корундовое производство. Его продукцию используют на предприятиях в разных отраслях промышленности. «На заводе производится продукция для российских и зарубежных потребителей. Мы стабильно расширяем номенклатуру, увеличивая объемы производства корунда. В прошлом году мы перешагнули рекорд 1991 года. Рост продаж обеспечен востребованностью огнеупорных фракций электрокорунда на внутреннем европейских рынках». Глинозем поставляется на участок плавки цементовозами и разгружается в расходные бункера электродуговых печей. Из бункера по трубе он поступает в печь, где его плавят при температуре более 2000 градусов. Затем раскаленный корунд разливает по изложницам и отправляет на площадку остывания. Вот он, слиток белого электрокорунда. Еще горячий, только после выплавки. Порядка 7 тонн. Здесь его охлаждает до температуры не выше 70 градусов и отправляет с помощью гриферного крана в передел дробления. Далее материал проходит переработку, из него получает товарное шлиф-зерно, шлиф-порошки, спецкрупки, сфера корунд. «Наша главная задача – обеспечить высокое качество продукции. Мы постоянно совершенствуем технологию, повышаем навыки наших работников. Благодаря этому сохраняем лидирующие позиции в конкурентной среде, нацеленность на самые высокие результаты, делает наш коллектив не просто группой единомышленников, а большой и дружной семьей». Сегодня на предприятии работает порядка тысячи человек. Это плавильщики, электромонтеры, лаборанты, сортировщики, контролеры, мастера, технологи, водители. Всего на заводе представлено 120 профессий. Каждый может получить признание на самом высоком уровне. В этом году, например, Владимир Тимошенков отмечен званием «Почетный метролог». Награду он получил от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. За 38 лет Владимир прошел путь от ученика до начальника участка. За годы работы он получил не одну награду разных уровней, но относится к ним спокойно. Приятно, когда отмечают на таком высоком уровне, однако он считает, главное – работать так, чтобы не было стыдно ни перед коллегами, ни перед семьей, ни перед самим собой. Такого же принципа придерживается Александр Соловьев, начальник службы по обслуживанию объектов глиноземного производства, который в этом году также получил почетную грамоту от Минпромторга за большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд. Я проработал на заводе 30 лет. За это время многое произошло. Эти стены стали, можно сказать, родными. За 80 лет своего существования завод выпустил порядка 8,5 миллионов тонн глинозема и 5 тонн корунда. Уверен, но достигнутым не остановимся. Ветераны завода помнят, как все еще только зарождалось и как стремительно предприятие набирало обороты. Кстати, ветеранская организация БГЗ – самая многочисленная в городе. Будущее завода, конечно, молодежь. Сюда активно приходят молодые специалисты. Выпускники техникумов и высших учебных заведений успешно перенимают опыт своих наставников. В компании «Русал» реализуется проект «Новое поколение». Программы стажировок помогают выпускникам решить проблемы с трудоустройством и получить бесценный опыт работы. Молодежный совет БГЗ активно участвует в социальных программах. Это новогодний марафон «Верим чудо, творим чудо», экологический проект «Зеленая волна», «Возродим парк вместе», организация «Картины галереи», волонтерство в проектах компании «Русал», кино и наука. Наш завод сегодня – успешно развивающееся предприятие, которым мы гордимся. Сегодня мы – поколение, которое создает будущее нашего завода. Мы дорожим накопленным опытом и знаниями предыдущих поколений и ищем пути решения новых задач. Дорогие ветераны, работники завода, жители Бокстогорска, этот праздник наш с вами общий. Мы уверенно смотрим в будущее, не боимся ставить перед собой сложные задачи и успешных решать. Спасибо всем за преданность общему делу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова